Реферий бейдинга Александр Свидобин. Очень серьезные регалии сегодня на кону. Сейчас на кону. И две большие машины для нокаута. Бой пройдет только стойкий. Еще и профессиональный футболист, выпускник школы московского Динамо. И играл за спорт академ клуб. Итак, первый раунд. А потом был тайский бокс, кулачка, бокс и вот теперь ММА. Регистрируйся на Винлайн, получи фрибет до 10 тысяч рублей. Узнай, какой фрибет выпадет тебе. Сделай ставку на своего фаворита бесплатно. Итак, уважаемые телезрители, напоминаем, это бой опять по усеченной формуле. Только удары кулаками разрешены без борьбы, без локтей, без ног. Да, но и клинча чуть больше, чем обычно. Да, небольшой контроль. Да, сейчас промежуточный. Попадает бразилец вверху, такой ух размашистый оверхенд. Да, плотно бьет Фернандо Родригес. Ну, достаточно посмотреть на этого парня вблизи. 117 килограммов. Да, крупный парень. Так, Наврузов потихоньку начинает набрасывать. Левый сбоку. Бразилец машет головой. Ничего не было. Хорошая скорость у Наврузова. Такие мощнейшие, мощнейшие его прорывы. Такие взрывы одиночных боковых ударов. Они могут дойти до цели. Да, вот попытка навстречу. Не точно. Пошел рубиться. Родригес. Гаджи, мне кажется, маловато работает передней рукой. Надо бы подготовить правую. А так, первый обозначающий джеб. И, как правило, тут же вылетает справа. Размашистый оверхенд от Гаджи. К этому Родригес уже понемногу начинает привыкать. И вот, посмотрите, сейчас навязывает физическую борьбу у клетки Родригес. Это все призвано замедлить Гаджи Автомата. Потому что вот такая, ну, возня, что ли, борьба. Работа в статике для Фернандо Родригеса, как для базового бойца ММА, более привычна. И опять так саркастически качает бразилец головой. После очередного джеба от Гаджи Автомата. Не впечатлен. Да, Гаджи мобильный, Гаджи быстрее. Посмотрите, как он так достаточно легко пружинит на ногах. Конечно, он полегче, конечно, по мобильнее. И скорость у него полегче. Прекрасный блок сейчас был от бразильца. И такой больной для Гаджи, я бы сказал. Бразиль зазывает. Он знает, что он может попасть. И это будет единственный удар, который нужно будет сделать точно. Да, Гаджи охотится за головой. А мне кажется, надо спуститься чуть ниже. Чуть-чуть пониже. Широкий корпус у бразильца. Да. И тогда уже не так он будет улыбаться. Это низковато было. Это было низковато, но бразильцу все равно. Чувствуем мощь бразильцу. Попал справа. Попал. Гаджи должен добивать. Лука. Полетел Фернандо Родригес вперед. И это на руку Гаджи. И надо сказать, летит он на руку прямо. Да-да, ноги загуляли, мы это видим. Удар в корпус по печени от Гаджи. Да, бразильец почувствовал два удара точно. Моргает. Приходит в себя. Бесплатные трансляции топовых турниров, расширенная статистика и бонусы за ставки – все это доступно только в приложении Винлайн. Убедись в этом сам. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии, регистрируйся с промокодом BOX и получи до 10 тысяч рублей на первую ставку. А еще ты можешь стать обладателем перчаток с автографами Вячеслава Дацека и Джеффа Монсона. Наслаждайся игрой на Винлайн. Смотрим то, что было в первом раунде. Очень неплохо начал бразилец, но затем ударка начала брать свое. Гаджи Автомат попал несколько раз жестко справа. Итак, второй раунд. Второй раунд. Бразилец выглядит неплохо. Восстановился, похоже, и должен реваншировать. Это очень опасный удар с выпадом у Гаджи. Он очень часто приходит в цель. А вот повтор такой же, да, повтор такого же Абразильца. Обменялись любезностями в первом раунде. Сейчас уже немножечко, да, немного аккуратно. Гаджи смотрит, выцеливает, Абразильцу нужно, нужно забирать. Да, этот раунд Родригесу нельзя отдавать. Поединок идет по формуле три раунда. Поэтому, проиграв второй, он приведет себя к необходимости выигрывать только нокаутом. Справа попал Гаджи. Вот жесткий джеб, жесткий джеб от бразильца. Чувствует этот Гаджи. Да, но надо сказать, что Фернандо Родригес, как мне кажется, сделал выводы из первого раунда. Вот так вперед он уже глупо не летит. Много джебов от бразильца. Но и, кстати, Гаджи тоже поосторожнее работает. Ну да, мы должны сказать, ребята, что Гаджи автомат умеет боксировать. Контроль передний, не срывается, не летит. Попытка ударов с дистанции. А вот, а вот навал бразильца, вот где он опасен. Его масса, его жесткие удары, его, конечно, тяжелые мышцы и кулаки. Вот здесь нужно... Третий, четвертый, пятый удар от бразильца начинают проходить. Накатывает, накатывает, да. С первого-второго Гаджи, как правило, уходит. И вот в этом опасность. Нужно смещаться в сторону. Гаджи почему-то отступает в такие моменты исключительно по прямой. Тяжелый, тяжелый бразилец сминает просто как катком. Если в сторону не ушел на сайдстепе, да, то бразильский каток теперь переедет. Гаджи очень красиво. Хорошо, право-направо. Разбивает передней рукой. Молодец, корпус, корпус. И перевод в голову. Вот что нужно сделать. Да, драться в таком тяжелом обмене, наверное, совсем не с руки здесь. Ой, как полетел вперед Родригес. Ох ты! Так-так-так! Ну, неповоротливый. Здесь он чуть-чуть не успел повернуться. Не занесло на повороте. Александр Сидорин не стал отчитывать, значит, попадания там не было. Посмотрим на повторок. Да, такой... Хороший раунд, кстати, от Родригеса. И не исключено, что ему могут отдать этот отрезок судьи, если ничего экстраординарного не произойдет. Еще 10 секунд. Напряжение, напряжение. Нужно забирать концовку. Попытка удара справа. Молодец. Там капа чья-то улетела, но никого это уже не интересует. Рубятся парни. АПЛОДИСМЕНТЫ Моменты второго раунда. Смотрим с вами. Обменялись здесь очень жесткими ударами, ребята. Да, тяжелые, тяжелые удары. Ударил его тот момент с падением бразильца. Да, но здесь был толчок такой немножечко, да. Баланс потерял бразилец. Ну что, друзья, это очень равный поединок. И Фернандо Родригес все еще очень опасен. Я бы сказал, максимально опасен в будущем третьем раунде. И Гаджи Автомат должен доказать, что он настоящий чемпион. Ну и в общем-то, чтобы все свои слова бразилец взял обратно и увез в свои фамилии. Тепло обнялись и сейчас будут друг друга бить. Да, это так. Но уважение стало больше от бразильца после двух раундов. Это тоже хорошо. Устали ребята. Устал Гаджи. Устал Фернандос. Но нужно терпеть. Последний раунд. Две с половиной минуты. Еще. Да, формула боя 3 по 3 напоминаем. И эти три минуты иногда длятся просто вечностью. Кажется просто вечностью. Были претензии после ряда поединков Гаджи Автомата к его функционалу. Но здесь, надо сказать, что неплохо выглядит Гаджи. В этом смысле. С более мощным соперником справляется. Что там? Капа. Мы это видим. Капа чья-то улетела. Да, рефери не увидел. Гаджи, смотри за правой рукой. Качай корпусом. Левой рукой работай. Да, и бразилец все еще очень опасен. Какой джеб, а? Гонит секундант Родригеса его вперед. Кричит на бразильском. Советует. На португальском. На португальском. Сдвольный джеб от Родригеса. Очень опасно. И левый сбоку от Гаджи. Да, нужно что-то придумать. Возможно, двойные, тройные удары. Вот не хватает немножко. Раз, раз, два. Одиночные удары с бразильцем не проходят. Как сейчас? Куда-то в сторону. Я не знаю, зачем. Что там искал бразилец? Ну, вовремя вернул подбородок на место и посмотрел. Потому что в это время прилетел удар. Ну, вообще, чреваты такие истории, честно говоря. А бразилец давит, Александр. Посмотрите. Посмотрите. Руки вверх и пошел вперед. Накатывает. Накатывает. Подустал Гаджи. Минута и пять секунд до конца третьего раунда. Одна минута. Одна минута. Бразилец. Бразилец включается. Третий раз Капа падает у Гаджи. Сидорин пока не снимает балл. Жесткий дабл-блок у бразильца. Бразилец готов. Посмотрите. По функционалу тоже большой порядок. И справа, справа. Да-да-да. Заряжается Гаджи. Размашистые удары, но мимо. Такое чувство, что чуть посвежее бразилец выглядит. Ну, как будто бы точно поопаснее. И такой помощнее. Попал сейчас Родригес. Но широкая спина Сидорина закрыла от меня дальнейшее развитие событий. Может быть, и Гаджи там тоже попал. Ой-ой-ой. Да, сейчас почувствовал Гаджи. Жеб Родригеса. И попадание справа. Зарядился номер-клен Гаджи. Идет вперед Родригес. Идет вперед. Как бык сносит. Не было бы сетки. Улетели бы, ребят, туда. 10 секунд до конца. За площадку. Родригес. Ох, как непросто. Ой-ой-ой. А вот настоящая рубка. Вот она, драка. Вот она. Вот. Вот. То, чего ждут зрители. И Танин. Да, ну парни, конечно, выдали. Родригес уверен в своей победе. Очень доволен своим выступлением. Очень доволен своим выступлением. Бразильец. Он считает, что именно его руку должны поднять. По истечении трех раундов. Ну, посмотрим. Была масса удачных моментов с обеих сторон. Да, но по ощущениям, что бразильец выдал чуть мощнее концовку. У меня вот такое сложилось. Третий раунд, я думаю, за Родригесом. Накатывал, 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 да. И глобальная интрига в том, кто же забрал второй. В первом, я думаю, что победа Гаджи не вызывает никаких вопросов. Второй был ровненький. Третий за Родригесом. Вот. Вот вам и расклад. Но это на наш с Григорием скромный взгляд. Хотя Григорий... Ну, и так скажем, не супер больших специалистов в ММА пока. Но все же в ударной технике мы кое-что понимаем, Александр. Особенно Григорий, экс-чемпион мира по профессионалам по версии WBC в первом тяжелом весе. Дамы и господа, прежде чем будет озвучено судейское решение, аплодисменты бойцам! Итак, обратимся к судейским запискам. Таким образом, раздельным решением судей победу одержал. И победителем сплитной решения Фернандо Сантафорте Родригес! Вот такие вот дела. Ну что, удары Родригеса не прошли даром.